Всем привет, это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, со мной Екатерина Шайтанова. Здравствуйте. Мы редакторы Читару и сегодня мы хотим поговорить о том, что ГИБДД в Чите неожиданно решило отслеживать и штрафовать читинцев за неверную парковку елочкой. Почему неожиданно? В жизни не было таких сообщений, что будут штрафовать за неверную парковку елочкой. Штрафы-то были. Небольшие, кажется, 500 рублей. И сейчас тоже 500 рублей. Парковка елочкой хорошо знакома автомобилистам. Это история про то, что водитель нарушает правила, согласно которым нужно вставать просто вдоль дороги, параллельно к краю дорожной части, а встают они вот так вот елочкой, перегораживая одну из двух или трех полос, которая примыкает к тротуару. В Чите таким образом водители часто очень убивают буквально одну полосу. Но это хорошо заметно и на фотографиях, которые ГИБДД распространило в своих социальных сетях. Чаще всего так происходит на улице, расширенной в свое время улице Ленинградской, в районе перекрестка с Чкалова, например. Вот этот знаменитый знак, сразу следом за которым 100% водителей паркуются неправильно. Но здесь вряд ли можно, даже если сильно захотеть припарковаться по правилам, потому что просто воткнуться некуда. Соответственно, вот правой полосы вообще не существует. А здесь еще есть очень странный знак. Скверцы Ленинградской, это вроде бы остановка маршрутного транспорта. Но в это, по-моему, не верят даже те, кто его здесь ставил. Или на улице Чкалова, тоже в свое время расширенной, рядом с перекрестком, по-моему, с Бутина. Там машины стоят елочкой и забивают дополнительную полосу, которую во время реконструкции сделали или реконструировали. Крайнюю правую полосу, ее практически нет. Ну и нужно учитывать некоторые особенности чтинских водителей. Хотя, я думаю, они мало отличаются от водителей в других российских городах. Они довольно часто вообще слабо представляют себе, как именно нужно парковаться. Все мы сдавали правила дорожного движения, когда получали права. И все мы имеем свойство их никогда в жизни больше не повторять. Никаких дополнительных экзаменов при переполучении прав мы не проходим. И очень многие водители или и не знали, как правильно парковаться, или быстро забыли. Но вот я могу себя причислить к водителям, которые примерно что-то там помнят. У меня основной принцип парковки не паркуйся как мудак. То есть, не создавая помех даже потенциально другим водителям и пешеходам. И вот ГИБДД, по-моему, с моей точки зрения, многие водители этого принципа не придерживаются. Паркуются так, как им удобно. Ну, нельзя говорить, что многие. Некоторые водители не придерживают. Но, как правило, чаще всего в большой толпе больше всего видно человека, который совершает наиболее рациональные действия. Поэтому максимальное раздражение вызывает водителей, которые паркуются как попало. Так вот, история еще с ГИБДД прикольна тем, что эти нарушения будут фиксировать мобильные комплексы автоматической фиксации. Первое, нарушение ПДД, слава богу, потому что представить себе инспекторов ГИБДД, которых и так мало, которые бегают и выписывают штрафы по 500 рублей, ну, совершенно невозможно. И, наверное, мобильные комплексы фиксации этих нарушений – это хороший выход из ситуации. Ты понимаешь, что к мобильному комплексу фиксации? Ну, это какая-то штука, едет и фотографирует. Ну, вообще такой же едет автомобиль ДПС, на него прицеплена эта штука, и он фотографирует. Ну, а дальше это все передается автоматически, видимо, в центр фиксации. Ну, конечно, раньше тоже так было, только за эти нарушения не штрафовали. Штрафовали за просто парковку в неположенном месте. Ну, вот сейчас появилась эта история с елочкой. ГИБДД всех официально предупредила, мы выпустили по этому поводу новость. Здесь у них красивые картинки, а показано, как неправильно парковаться, показано, как правильно парковаться. Вот картинка, которая, по-моему, это все-таки улица Ленинградская между Чкаловой и Костюшкой Григоровичей. Это вот здесь вот у Бажула ресторан, как называется? Это не реклама Бажула. Стоит беленькая маленькая машинка. Единственное правильное. Единственное правильное. Я практически уверен, что все водители, которые стоят вокруг него, держат этого водителя за дебила. Да, занимает два места вместо одного. Да, занимает два места вместо одного. А то, что эти люди стоят практически задницами на второй полосе. Мы должны использовать это слово. Хорошо. А то, что они стоят как попало, никого не волнует. Такая же картина, кстати, есть всегда напротив Минсоцзащиты. Ну вот здесь теоретически дальше все ехать невозможно. Поэтому все берут немножечко левее. Тут машины стоят просто перегораживая всю проезжую часть. Понимаешь, где это? Минсоцзащиты, улица, по-моему, конец или самое начало Курнатовского. А там по одной полосе в каждую сторону все стоят елочкой и практически перекрывают всю полосу, которая в сторону Ленина стоит. На самом деле самое катастрофическое место – это перекресток Бабушкино и Богомяково. Когда ты вверх по Богомяково едешь… Ага. Да-да-да, я понял. Тут какие-то еще банк, не банк справа. Там вообще невозможно. Ты просто, чтобы объехать вот эти вот все, выезжаешь на соседнюю полосу, а она уже для поворота налево предназначена. Да-да-да. Ну, мне кажется, все водители в воображении мгновенно представили это место. Да, ну, чтинские водители. В общем, есть такая новость, под ней, как всегда, очень много комментариев, мы до них дойдем. А пока, Катя, скажи, что ты думаешь, как водитель, как гражданин. Как водитель? Я думаю, что елочкой парковаться гораздо проще, чем параллельной парковкой. Так. Ну, ты елочкой просто повернул и встал. Ну, давайте теперь включай гражданское. Нет, подожди, сначала еще вот это. И в автошколах, честно говоря, когда я, например, училась, в большей степени учили парковаться елочкой. То есть, ты, конечно, проходил и параллельную парковку, но это сложнее. Потому что ты вообще-то должен проехать вперед, а потом начинать двигаться назад. Ну, это так никто не паркуется практически, особенно на дороге, вот на той же Ленинградской. Ну, вот на той же Богомяково. Теперь ты представляешь, как ты двигаешься назад. То есть, ты должен вот так вот туда заехать. Невозможно. На Богомяково это просто невозможно. Просто в центре Иркутска, где вот эти односторонние улочки, которыми вот так вот весь центр тоже сполосован, все аккуратненько паркуются назад, потому что там одностороннее движение. Но они не назад, они все-таки вперед едут и вот так вот протискиваются. Они вперед едут и вот так вот заезжают. Ну, ладно. Сдают назад. Но там одностороннее движение. А в Чите, мне кажется, так парковаться технически сложнее, чем парковаться елочкой. И если исходить из того, что я, например, водитель-девочка, хотя я такое вообще не люблю, мне гораздо проще припарковаться елочкой, а лучше в карман. Безопасно, и никто к тебе не пристанет. Никакие злые гаюшники и злые другие водители. Я понял. Если все-таки исходить из твоего вопроса и отвечать на него нормально, то я считаю, что это к лучшему. Но что должно произойти? По-моему, ГИБДД должна работать вместе с администрацией города. А так не происходит много лет. Я не читала комментарии, но точно знаю, что там написано, что вы сначала создаете парковочные места, а потом мы будем парковаться как надо. И вообще вы, дебилы, собираете штрафы, чтобы обогатиться. Да, это традиционно пишут в комментариях. Часть благоразумных людей там будет писать, что всегда можно найти место для парковки и пройти сколько-то метров пешком. Этим благоразумным людям отвечают люди, типа, попробуйте пройти пешком с двумя детьми, коляской и бабушкой на инвалидном кресле. Обычный диалог, которому много-много лет. Я не читала, но он там точно так и происходит. Но я точно знаю, что у ГИБДД и у мэрии однозначно не выстроен идеальный контакт, хотя бы потому, что, например, на улице Бабушкина, где торговый центр Эльдорадо, существуют карманы для парковки и существует знак, запрещающий парковку. Понял логику? То есть стоит знак «парковаться нельзя», а карман для парковки есть. Что происходит? Это какая улица? Улица Бабушкина около Эльдорадо. Я просто, я все время путаюсь, Эльдорадо, которое на Баргузинском кольце. Ага. Вот ты доедешь, там большой торговый центр Эльдорадо, там какой-нибудь спортмастер. Да-да-да, я понял. Да, вот ты едешь туда, стоит знак «парковка запрещена», карман свободен, ты что делаешь? Ну, я-то проеду, а все паркуются в этот карман. И даже я туда паркуюсь, потому что там же есть место. Я паркуюсь в карман, я никому не мешаю, я не перекрываю никакую дорогу, не встаю как мудак. Это непонятный знак, непонятно, почему парковка запрещена. Да. Водитель исходит из того, что непонятно, почему парковка запрещена, я никому не мешаю. И вот оттуда людям приходят штрафы, потому что там едет комплекс мобильной видеофиксации, фотографирует твою машину в кармане, стрелочка тебе на фотографии показывает знак «парковаться нельзя» и уезжает. Но это исключение из правил. Это ты реально приводишь пример того, когда городская администрация работает отдельно от ГИБДД. Более того, я именно его поэтому намеренно и привожу. То есть это, не знаю, там, вершина вот этого вот, вершина отсутствия коммуникации между ними. В этом месте чаще всего ее видно. Вершина отсутствия коммуникации между ГИБДД и мэрией – это перекресток Журавлева и Ленина, где они нарисовали зебур четыре штуки вот так вот на перекрестке. Да, это правда. Это очень грустный пример, мы не будем сейчас его обсуждать. История в том, что надо, по-моему, сначала разобраться все-таки с парковками в городе, а потом говорить, что мы будем штрафовать. Вообще, мы сейчас сразу прыгнем в конец, то, что я в конце хотел сказать. Вообще, сначала нужно городским властям разобраться вместе с ГИБДД тем, как это вообще все устроено. Как по закону все должно происходить? Кто все-таки координирует в городе обустройство парковок? Мэрия. Кто за это отвечает? Мэрия. Кто отвечает за это в момент проектирования новых дорог? Мэрия по согласованию с ГИБДД. Да, и самое главное, к чему приводит расширение дорог? Вы, когда их расширяете, вы знаете, чем это закончится? Никогда не знают. Более того, те, кто проектировал дорогу, скорее всего, уволятся до того, как дорогу эту построят. И уж тем более не будут отвечать ни за какие последствия. То есть, все-таки, возвращаясь к твоему вопросу, я считаю, что отлично, что ГИБДД будет штрафовать за парковку елочкой, но это, по-моему, в настоящий момент вызовет больше агрессии, чем толку. Да, толку это точно не вызовет, но у меня здесь такая позиция, что если есть закон, его нужно выполнять. Ну вот, я из этой логики говорю, да. Помнишь, был такой период, когда, по-моему, то ли городские депутаты, то ли краевые приняли закон, я помню Крину Владиславовну Канунникову в этой истории почему-то, они приняли увеличение штрафов за парковку на тротуары или на газонах, по-моему, до 5000 рублей, 2-5, чтобы такое было. Ничего не работает. Я когда вижу машину, которая припаркована на газоне, даже на остатках газона, там, где уже давно нет никакого газона, но его там нет именно потому, что там постоянно паркуются машины, у меня начинает этот тик в левом глазу развиваться. Но там этих людей никто никогда не штрафует. Я бы лучше, я не пускай комплексами видеофиксации такие нарушения, в том числе, фиксируют, и пускай за это собирают достаточно большие штрафы. А то, что штрафы выписывают за нарушение ПДД, по-моему, это максимально нормально. Чем больше их собирают, тем, условно говоря, больше шансов на то, что у водителей чаще начнет щелкать, что так не надо делать. Не надо, не надо, не надо. Просто я все равно не понимаю, как припарковаться параллельно парковкой, если там мало места. Но мы сейчас давай не будем технику водительского мастерства обсуждать, а поговорим, а, во-первых, очень коротко. Просто я не понимаю, я уверена, что есть еще какой-то процент людей, которые не понимают. Там условно место на машину есть, но я вот так туда не заеду. Слушай, Катя, если посмотреть на фотографии... Приславные ГИБДД? Приславные ГИБДД, то видно, что там 9 из 10 водителей вообще не понимают, как парковка прописана в ПДД. Понимаешь? А вот если посмотреть картинку, которая около парка Адара, по-моему, сделана, да, вот эта вот парка Адара, здесь видно, что людям нужно, как ты всегда очень сильно хочешь, проверять уровень интеллекта перед тем, как права выдавать. То есть этот чувак мало того, что встал неправильно, во-вторых, он явно перепрыгнул через бордюр, залез колесами на несчастные остатки газона. Что, у меня высокая машина, я могу заехать? Я для чего высокую покупал? Да, в-третьих, это выглядит так, как будто бы человек, не знаю, по улице голым бегает. Мне еще удивляет, кстати, зачем на этих фотографиях ГИБДД замазывает номерные знаки. Потому что я представляю, какой поток у них лиц, приходящих в инспекцию, скандалящих, что как нельзя. Как они на улице стоят. Я знаю, я даже знаю, что они ничего не нарушают в ГИБДД, но это минимизирует поток людей, которые к ним приходят. Они как бы проблемы свои минимизируют. Ну вот еще тоже одна фееричная фотография, на которой, вне зависимости от того, какие правила, не правила, видно, что человек просто плевать хотел на все, что существует. Таких тоже много. Чаще всего, причем его сфотографировали в момент, когда разъехались все машины, которые рядом стояли. Да. Они все так стояли. Да. Давайте очень коротко посмотрим в комменты. Здесь действительно то, о чем говорит Катя, о чем она догадалась, не прочитав комментарии. Первый же комментарий о том, что бюджет пополняется, значит, есть что казнокрадом тащить. Но это разные истории, теплая с мягким, безусловно. Вопрос в том, что происходит со штрафами, потом отделен от того, почему вообще штрафы существуют. Штрафы существуют, в моем убеждении, для того, чтобы все-таки вот это вот начинало срабатывание у водителей. Так нельзя делать, так нельзя делать. Но у нас большой достаточно процент населения, по моим ощущениям, думает, что штрафы собирает, лишь бы собрать, обобрать бедных водителей. Но я в этот момент думаю, что когда взрослый, современный человек покупает себе железку весом в одну тонну, он принимает и садится за руль и выезжает на дорогу, он принимает на себя такую ответственность вообще за все, что происходит дальше с этой железкой, что и штрафы он тоже берет, в принципе, на себя. Еще одно, вторая категория комментов. Предлагаю гражданам также отслеживать неправильно припаркованные машины ГИБДД, фиксировать на камеру, пусть тоже платят штрафы. А если не будет елочки, то тогда вообще не найдешь места для парковки в городе. История про ГИБДД, про то, что они там тоже нарушают правила, она раньше вызывала у меня бешеное возбуждение журналистское. Ну-ка, сейчас... Я помню, ты однажды очень долго ехал за машиной ДПС, потом ехал, 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 мужик вышел и остановил тебя, и проверил документы, да? Было такое, да. А почему с ним поехал? Он выпросил окурок? Окурок, по-моему, я не помню. Но сейчас я думаю, что среди водителей, среди инспекторов ГИБДД процент нарушающих ПДД такой же, как в среднем по обществу. Они там точно... Может быть, чуть пониже. Может быть, чуть пониже в силу того, что их к чему-то подталкивают. Но в целом там, конечно же, тоже есть люди, которые нарушают правила. Не включают поворотники, паркуются, как упало, ведут себя как мудаки. Ну и третий блок, я больше дальше не пойду. Это не город, а сплошная парковка. На улицах, во дворах, еще и железные гаражи. Повсюду у этого комментария две противоположности. Первая логика заключается в том, что парковок мало, а вторая логика пешеходов заключается... Нет, много, много слишком много. Да, вторая логика противоположная логика пешеходов, что у вас и так куча парковок, железных гаражей и так далее, распадается на два противоположных мнения. Мнения все эти... Типичные. Типичные. Мы к ним ко всем привыкли. Они не вызывают уже такого количества эмоций, какое было, когда только начинался интернет. Там еще могли написать, ездите на велосипедах. Я езжу на велосипеде, и все мои люди в офисе тоже ездят на велосипеде. Я думаю, что никуда от этих мнений не деться, и задача властей города, прежде всего, и ГИБДД, найти какую-то золотую середину, которая основывается на здравом смысле. Здравым смыслом, к сожалению, в нашем городе не пахнет. И если говорить о парковках в городе, у меня раньше было такое мнение, что тоже парковок мало, например. И парковок нормально. Да, но сейчас я совершенно много лет уже уверен, что парковок достаточно, и иногда нужно действительно просто посмотреть на масштабы того, что с тобой произойдет, если ты квартал проедешь и найдешь всю такую парковку, сколько метров-то надо пройти до этого офиса. Чаще всего это 100-150 метров. Ну, 200. Да, то есть максимум нужно за угол завернуть. Но у нас очень многие водители, на самом деле практически все, я уверен, паркуются, стремятся парковаться как можно ближе к двери. Конечно, это очень приятно. Да. Я тоже так делала. Апофеозом всего этого является, я каждое утро это практически наблюдаю, когда покупаю кофе на заправке Корс, многие водители... У тебя что, образ жизни, покупать кофе на заправке? Нет, просто хочу кофе утром. Давай не будем это обсуждать. Когда ты выходишь с этих ступеней Корс и упираешься в машину, которая стоит дверью около ступеней. Ну все, это ему совсем лениво. Да, ему совсем лениво. Это выглядит очень комично. Я считаю, что с парковками все в порядке. Не очень, наверное, нормально восприятие водителями этих парковок. А вообще я хочу сказать, что, возвращаясь к теме про то, что действия властей не скоординированы, я здесь все-таки придерживаюсь, я не во всем согласен с известным блогером Максом Резовых, Катя с ним регулярно устраивает тотальные споры в интернете. Макс говорит, что нужно все зебрами закрасить и машины все из центра города выгнать. Но у Макса одна крайность, у Кати другая, наверное, тоже немножечко крайность. А я вообще думаю, что Макс прав в том смысле, что расширять дороги в городе совершенно бессмысленно и вредит людям, которые в этом городе живут. У нас же город вообще-то для жителей должен быть в перспективе. Жители и пушком ходят, и на машинах ездят. И на машинах ездят, да. Но я хочу все-таки вернуться к теме про то, что расширение улицы, например, Чкалова и расширение улицы Ленинградского в свое время не привело ни к чему хорошему. То есть там появилась на Чкалово дополнительная полоса справа. Под это, по-моему, деревья снесли. Как всегда. Но эта полоса дополнительная справа елочкой забилась и превратилась в огромную парковку, которая в широком смысле слова добавила в одном квартале 20 парковочных мест. С учетом того, что там в офисах работают, наверное, сотни, если не тысячи человек, это ничего вообще не решило. То есть мы вложили огромные деньги в расширение улицы, снесли оттуда, сократили пешеходную зону, вырубили остатки деревьев, расширили улицу, превратили в парковку, которая ничего не решила. С третьей стороны, может быть, это к лучшему. У тебя на Чкалово эта полоса забита, то есть, по большому счету, она не расширена, а осталась той ширины, которая была, и на ней нельзя теперь так гонять, как если бы она была бы расширена. То есть, может быть, у нас нету... Может быть, парковка-елочка спасает нас МДТП с жертвами? Ну, тут можно что угодно придумать. То же самое, на самом деле, произошло на Ленинградской, тоже расширенное, тоже расширенное вправо, тоже с учетом того, что они там захватили пешеходную зону. И то же самое, с моей точки зрения, произойдет после... С Новобульварной. С Новобульварной, да. То есть, про Новобульварную. Вот у нас был здесь в гостях представитель Центра управления, руководитель Центра управления регионом Вячеслав Кулаков, говорил о том, что большинство жалоб касается улицы Новобульварной в Чите. И мы знаем, что есть где-то проект реконструкции Новобульварной. Отшил его, по-моему, аж до Забуо. До Забуо точно. Не знаю откуда, но зачем до Забуо. Ее, скорее всего, будут расширять, и это будет просто труба, по которой в город хлынут дополнительные автомобили в большем объеме на единицу времени. Будет больше автомобилей, больше выхлопных газов, еще хуже будет в центре Читы. То есть, власти Читы, проектируя эту историю с расширением улиц, одной рукой душат себя же, потому что они же собираются бороться за чистый воздух. Я, главное, могу понять, зачем они их расширяют. То есть, у нас нет ужасных пробок. У нас нет места, где можно присоединить в пробке огромное количество времени. У нас не такой большой город, чтобы можно было стремительно по нему мчаться. Ты все равно доедешь с точки А в точку Б, ну, за полчаса точно доедешь. Видишь, мы не можем этого узнать, потому что в городе, к сожалению, нет чиновников, которые отвечают на эти вопросы. Нельзя с ним поговорить в редколлегии, с сити-менеджером или с людьми, которые проектировали это расширение. Нельзя с людьми, которые проектировали. Ну, их, скорее всего, уже нету на этой работе. А те, которые есть, они не дают никаких комментариев. Поэтому обсуждать это бессмысленно, но у них какая-то своя логика. Может быть, у них логика, что шире, значит, лучше. Что чем больше широкой дороги, тем лучше. И вот ездить по ней как-то приятнее. Может быть, решение, это же отчасти политическое решение. Может, это политическое решение принимается человеком, который не знает, не представляет, как там ездят автомобили. Скорее всего, дилетантом. То есть, проектированием города и его будущего должны заниматься профессионалы, наверное. Архитекторы. Я не знаю, кто там еще должен это делать. Но у нас такого не происходит, к огромному сожалению. Поэтому... А елочка-то? По поводу елочки, я считаю, допускай штрафуют. Но будет какое-то количество штрафов. Я думаю, что штраф в 500 рублей не настолько критичен, чтобы водитель что-то щелкнула. Но один раз оштрафует, подумает, да, уроды. И в следующий раз заплатит. И так же, по-моему, будет вставать. То есть, если у него наработанная практика так вставать, и все вокруг так стоят, он так и будет вставать этой елочкой. То есть, попытка перевоспитания взрослых людей в этом смысле работает только тогда, когда воспитывают тяжелой дубинкой по голове. То есть, штраф должен быть не 500 рублей, а 5 тысяч. Да, если сделать штраф в 5 тысяч, и тогда включается, по-моему, даже у миллиардеров. То есть, 5 тысяч рублей никому неохота платить. А 500 рублей заплатит раз там... Со скидкой 250. Да, со скидкой 250 прилетит раз в 2 месяца. Да бог с ним вообще. То же самое, это знаешь, чем можно сравнить? С превышением скорости на величину от 10 до 20 км в час. То есть, там штраф, по-моему, 500 рублей. Со скидкой, как ты говоришь, 250. Поэтому, короче, все ездят ограничения 60. Я знаю, что я до 80 могу разогнаться. Ну, до 79 км в час могу разогнаться. И все так совершенно ездят. Поэтому ГИБДД, мы желаем успехов в их сизифовом труде. Правильно я говорю, сизифов в труде? Правильно. Властям часты мы ничего не желаем, потому что мы уже в них совершенно не верим много лет. Вопросов мы вам тоже задавать не будем, потому что нет в этом никакого смысла. Водителям мы можем пожелать только исполнение ПДД. Напомнить, что они написаны кровью. Ну, а вряд ли вас, взрослых людей, можно перевоспитать штрафами в 500 рублей. 250 точнее. А к ГИБДД у нас один вопрос. У меня, по крайней мере. Зачем вы замазываете номера машин, которые стоят на улице? Но мне объяснение, Катя, непонятно. Если вдруг сможете ответить на мой вопрос, это будет прекрасно. А всем здоровья, пускай будет меньше аварий и больше места. А самое главное, пускай воздух в нашем городе не будет дальше превращаться в еще более грязное месиво. Счастливо, пока! Пока-пока!